Я вас категорически приветствую, дорогие друзья. У кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то вечер, в общем, просто хорошего вам времени суток. А я сегодняшнее видео хочу посвятить таблетке для видеокарт GTX 1080 Ti. Конечно же, она есть и для просто 1080, тем не менее, вы, наверное, все видели уже эту таблетку. Возможно, кто-то видел видео на канале Валера ТВ, тем не менее, зэк немножко упал, вы знаете, туда зашли асики, поэтому сейчас я перешел на майнинг эфира. Ребят, эфир на 1080 Ti. То, что есть сейчас на ваших экранах, это то, как я начал майнить эфир. И как вы видите, хешрейт вообще очень хороший. Он скачет до 52 мегахеша. Вы себе это вообще представляете? 52 мегахеша. У Валеры было, если я не ошибаюсь, 40 мегахеш. Конечно, Кьюринт показывает 34, потому что я сейчас сижу на ферме. Для тех, кто не знает, я уже говорил об этом. Когда вы заходите на ферму, естественно, производительность падает. Потому что в ферме еще нужно отрабатывать картинку рабочего стола. А картинка, естественно, отрабатывается за счет самой видеокарты. Давайте же посмотрим. Как мы с вами видим, вот, собственно, ферма. И я вам сразу покажу. Здесь я уже зашел. Значит, 47 мегахешей. 40, 53, 51, 41, 53, 46, 53. То есть, в принципе, довольно хороший результат. Да, есть просадки. Есть просадки в то время, когда я захожу. Есть просадки вообще по курсу. Да, то есть, ну вот вы могли видеть. То есть, 52. Сейчас я вам покажу. 52, 52. То есть, в принципе, в принципе, 53. Он держит. Вполне себе можно пользоваться. Значит, настройки я поставил такие же, как у Валеры. Power Limit 75. Memory Clock 735. Вентилятор сейчас работает на 95. На день я ставлю больше. Лето. Ребята, лето. Карты греются. Естественно, надо их как-то все-таки остужать. Давайте же посмотрим, что у нас по Ctrl F. Как мы видим, здесь вольтаж немножко заниженный. Но он, мне кажется, неправильно немножко отображает. Мой смысл вообще того, что я делал, было 975 на 1900. Да, но это, конечно же, для ЗЭКа. То есть, 0,975 мВ и 1900 МГц в разгоне по ядру. Конечно же, когда я перешел на эфир, это не нужно. И я просто скинул до стоковой 1480. Ну, тут почему-то получилось так, что даже поднялась вот эта вот дуга. В общем, это надо разбираться. Тем не менее, как вы видите, опять пошло вот мегахеши 53. То есть, 50, 53, 53, 53. То есть, вполне себе годный результат, даже с такими показателями. Тем не менее, я хочу еще раз подчеркнуть, разгон по ядру смысла не имеет. Именно поэтому можно его скидывать до стоковой частоты. Карта будет меньше потреблять и меньше греться. Вот такие вот пироги, ребят. Ну, собственно, если вам интересно посмотреть. Естественно, при 95 оборотах вентилятора, видеокарта вообще почти не греется. То есть, 55 градусов, это вообще не показатель. Тем не менее, при стоковых, то есть, автовентилятор, там будет где-то 57% оборотов, да. И джипу, конечно, будет греться где-то до 60-63 градусов. Ну, там по-разному, то есть. А еще зависит от нагрузки. Естественно, когда я с фермы выйду, нагрузка повысит. Вот такие вот пироги, ребята. На этом у меня, в принципе, все. Могу только сказать, что да, вот эта таблетка, она вполне себе рабочая. И если вы делаете, если у вас 1080 Ti, да, если вы делаете так же, то есть, плюс 735 по памяти, power limit 75. У меня сейчас система потребляет что-то, по-моему, 270 Вт. И меня более чем устраивает. На эфире было, по-моему, 200, о, говори, на эфире. На зэке было 280. То есть, вот такие вот, ребят, пироги. Ничего не поделаешь. Раз на зэк зашли асики, то приходится майнить эфир на 1080 Ti. Хорошо, хоть выпустили такую веселую таблеточку. Ну, в принципе, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем хороших майнингов. Всем удачных шар. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok